Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня мы с вами поговорим про конфигурацию зарплаты и управления персоналом и, соответственно, поговорим про изменения, которые происходили в этом году. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И, собственно говоря, если вам по какой-то причине, например, не удалось досмотреть до конца или время оказалось неудобным, вы можете немного позже вернуться на наш сайт, и мы выкладываем записи наших вебинаров. Вы можете посмотреть, естественно, и этот вебинар, и, может, еще какие-то материалы вас заинтересуют. Мы будем рады оказаться вам полезными. И будем благодарны вам за обратную связь. То есть, если у вас возникнут какие-то вопросы или вы захотите подробнее осветить, чтобы какие-то темы мы осветили, соответственно, пишите, звоните любым удобным для вас способом. А сейчас мы переходим к программе нашего вебинара, и я скажу пару слов по организационным моментам. То есть, мы сегодня с вами будем вот такие темы рассматривать. То есть, поправки, которые произошли в 2024 году в Трудовой кодекс. Это, в основном, 152 статья. Какие еще новшества там были попутно затронули, тоже про них поговорим. Поговорим про настройки справочников и нормативно-справочной информации, которые нам надо делать, проверить, изменить в связи с этими новшествами. Какие мероприятия административные выполнить. То есть, естественно, кроме настроек программы, мы должны будем с вами, так сказать, базу под это дело подвести. То есть, нормативные документы составить. Ну и, соответственно, поговорим про дополнительные сервисы, про отчеты. Но, к сожалению, на это у нас уже останется немного времени, поэтому постараемся в быстром темпе все осуществить. Значит, каким образом мы будем сегодня с вами взаимодействовать? На слайдах, то есть, вот в этом разделе, где сейчас нахожусь, мы с вами будем смотреть, так сказать, нормативную литературу требования законодательства. Параллельно мы будем переключаться на демобазу. То есть, я сейчас это сделаю вот таким вот образом. И здесь уже смотреть то, о чем мы поговорили теоретически. Будем, так сказать, на практике проверять и смотреть, как это работает. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам. Вот. И немножко, скажем так, восстановим теоретические навыки, вспомним, так сказать. Во-первых, в этом году, то есть, в 2024 году, у нас было достаточно много изменений в зарплату и при работе с НДФЛ. В основном, это поправки, которые касались начисления НДФЛ. Но, тем не менее, у нас и продолжительность рабочего времени затронута была. То есть, не то, что изменилось кардинально, а внесли изменения в нормы трудового кодекса, о том, что касается продолжительности рабочего времени. То есть, например, у нас непрерывная неделя установлена 40 часов в неделю для работников. И, соответственно, если это больше либо меньше, то могут устанавливаться дополнительные графики с суммированным учетом рабочего времени. И в этом случае у нас за дополнительную переработку, например, полагается дополнительная оплата. То есть, оплата сверхурочных работ у нас подразделяется на два типа. То есть, это работа в выходные или в праздники и работа, если мы в будние дни, например, перерабатываем. То есть, человек отработал не 8 часов, а, например, 10. То есть, практически у нас переработка делится на два типа. И сверхурочной работой признается только по постановлению Конституционного суда. Обратите внимание на дату. То есть, 26 июня прошлого года. То есть, Конституционный суд признал, что если мы производим доплату за сверхурочные работы или переработки, или работа в выходной день, то в этом случае действующий сейчас расчет у нас не Конституционный, потому что в этом случае у нас доплата учитывается только в размере оклада. И, соответственно, в этом случае мы ущемляем работника в правах, потому что не учитывается, например, его премиальные доплаты. Ну и по Трудовому кодексу сверхурочной работы у нас должно быть не больше 4 часов в течение двух дней подряд. То есть, даже при составлении, например, годового баланса нельзя заставить работников бухгалтерии работать шутки напролет. Не больше 4 часа два дня подряд. То есть, в год при таком режиме у нас переработки могут быть не более 120 часов за год. То есть, соответственно, про это надо помнить и отстаивать свои права. До 1 сентября 2024 года компенсационным и стимулирующим выплатам применялся коэффициент. Коэффициент равен единице. То есть, с практически единиц это не повышенный коэффициент. А вот с 1 сентября у нас должны применяться коэффициенты уже полтора или два, в зависимости, естественно, от условий, при которых они применяются. И нам надо учитывать, что при составлении графиков, когда мы составляем график, то продолжительность непрерывного еженедельного отдыха не должна быть менее 42 часов. То есть, это у нас закреплено 110 статьей Трудового кодекса Российской Федерации. Еще немножечко, скажем так, нормативной лексики, нормативных материалов. То есть, у нас предусмотрено по законодательству, что для определенных работников продолжительность ежедневного или междусменного перерыва должна быть... Ну, конкретно, вот если мы с вами возьмем работу водителей, то они регулируются приказом Минтранса от 2004 года, то есть уже достаточно до внешней, приказ 20-летний. Но и тем не менее, положение о применении режима работы и отдыха у нас регулируется, скажем так, не только нормативно, но и физически. То есть, устанавливаются тахометры, которые фиксируют количество рабочего времени и количество отдыха. И, естественно, если мы говорим о переработках, то в этом случае мы помним, что первые два часа мы оплачиваем не менее, чем в полуторном размере, а последующие часы не менее, чем в двойном размере. То есть, это положение я сейчас вам и хотела напомнить. И, соответственно, мы должны его учитывать при расчете заработной платы с сентября 2024 года. Ну и мы помним, что правила предоставления оплачиваемых отгулов, то есть мы можем по желанию работника предоставить ему вместо повышенной оплаты дополнительный день для отдыха. Ну и, естественно, в этом случае у нас должно быть время предоставления отгула не менее, чем отработанное сверхурочное время. И вот эти все нормативы у нас фиксируются в местных локальных актах. То есть это положение об оплате труда, положение опримирования, коллективный договор. То есть все эти нормативные документы должны быть приведены в соответствие, синхронизированы и так далее. И, естественно, надо смотреть, чтобы мы не нарушали положение, когда у нас, например, запрещена работа в выходные дни праздничные, то есть которые отмечены красным, так сказать. И только с письменного распоряжения, с письменного согласия работника мы можем привлечь его к сверхнормативной работе или работе в выходные дни. еще один момент, что мы можем привести в соответствие все наши локальные нормативные акты. Но если мы, например, зафиксировали переработку у сотрудников или какие-то, допустим, сверхурочные работы, то нужно помнить, что несмотря на то, что у нас в законодательном порядке изменены условия с сентября месяца, может возникнуть конфликтная ситуация, когда работник начинает требовать оплатить ему переработку, возникшую до этого периода, например, вместо сентября, в марте, в апреле и так далее. Соответственно, чтобы трудовых споров избежать, трудовая инспекция рекомендует оплатить сверхурочную работу в соответствии с существующими правилами, то есть повышенные нормы применить. Чтобы таких ситуаций избежать, нам надо, во-первых, проконтролировать своевременность оформления всех нормативных актов, а во-вторых, зафиксировать в программе, с какого момента применяются эти нормы и произвести настройки. Какие настройки мы сейчас с вами и посмотрим. При этом у нас существуют ситуации, когда, например, работник работает по графику, по графику, который учитывает суммированный учет рабочего времени. И вы видите случаи, в которых автоматический расчет работает. И это у нас командировка, оплата дней отпуска по уходу за ребенком, отсутствие за свой счет, то есть отсутствие с сохранением оплаты, ну и, соответственно, простой и случай увольнения. Вы видите ссылку на законодательные нормативные акты, то есть закон от 22 апреля 91ФЗ. И эти сведения мы с вами уже посмотрели на предыдущем слайде, и у нас как раз и вводятся в действие с 1 сентября. Для того, чтобы начать работать в конфигурации, мы с вами должны выполнить некоторые настройки. Значит, что практически мы должны сделать? Ну, во-первых, эти поправки, которые введены в действие с 1 сентября текущего года, у нас заключаются в том, что в заработок, который мы рассчитываем, исходя из существующих настройок, у нас с вами должны войти премии и другие стимулирующие выплаты. То есть, соответственно, мы должны проверить, какие у нас настройки в этом плане существуют. И, естественно, здесь следует соблюдать осторожность, потому что при новых положениях, которые мы с вами внедряем, нужно предотвратить ситуацию, когда возникают конфликты с работниками, исходя из того, что, например, доплата уже должна существовать, а у нас коллективный договор не перезаключен. Значит, если мы с вами начинаем работать над настройками, то вот конфигурация на нашем слайде, вы видите конфигурация зарплаты и управления персоналом, и вы на слайде видите, где мы с вами находимся. То есть, мы выходим в меню настройка и в меню настройка выбираем расчет заработной платы. И, соответственно, в расчете заработной платы мы с вами проверяем состав начислений и удержаний. Сейчас мы с вами переключимся на нашу демо-базу. Я хочу сказать прежде пару ступидных слов. То есть, вот он у нас, наша конфигурация зарплаты и управления персоналом. Вот у нас меню настройка. И, соответственно, если мы переходим в меню настройка, расчет заработной платы. И, как вы видите, мы в этом случае попадаем в раздел меню, где поставляем чекбоксы. То есть, вот такие красивые зеленые галочки, которые отвечают за активизацию функциональных опций. И в этом случае мы с вами должны выбрать настройка состава начислений и удержаний. Переходим к слайдику из натуральной, так сказать, среды. Значит, вот мы с вами настраиваем начисления и удержания. Когда мы переходим по этой гиперссылке, у нас открывается вот такое окно, и мы проставляем, то есть, есть раздел почасовая оплата, и мы, соответственно, должны проставить все галочки. То есть, что мы применяем и ночные часы, например, и вечерние часы, и сверхурочную работу, и переработки при суммированном учете времени. Значит, если мы с вами берем... Упс, извините. Если мы с вами берем конфигурацию, то есть, вот настройка состава начислений и удержаний, мы перешли по этой гиперссылке и попали в вот такое диалоговое окно, которое я вам сейчас показывала на слайдике. И, соответственно, почасовая оплата я проставляю флажки, которые мне позволят проводить начисления с учетом повышенных коэффициентов, которые мы с вами обязаны применять, начиная с 1 сентября. Мы проставили все нужные чекбоксы, и отсюда мы можем уходить. Но это еще не все настройки, которые... Так, я сохраню все. Да. Значит, это еще не все настройки, пока у нас программа срабатывает. Мы посмотрим, а что же мы должны делать после этого. То есть, после того, как мы отметили флажками нужные позиции, мы с вами переходим уже к более детальным настройкам и должны с вами посмотреть меню заработная плата. И здесь мы с вами фиксируем переработки. Например, работа сверхурочно. Соответственно, это меню заработная плата. Учет рабочего времени, вы видите, он выделен красным. И, соответственно, работа сверхурочно. То есть, нам доступны вот такие функции. И если мы это применяем, вот так мы с вами сейчас... выбираем раздел заработная плата. Выбираем расчеты и выплаты. Ай, промахнулся. Акел промахнулся. Значит, заработная плата. И здесь у нас с вами есть вот он, учет рабочего времени и, соответственно, сверхурочные, регистрация переработок. То есть, вот документы, которые фиксируют отклонение рабочего дня, рабочего времени от нормальной продолжительности. Хочу сказать, что при работе с зарплатой и управлением персоналом, то есть, с этой конфигурацией, мы точно такую же функциональность имеем и в конфигурации ERP. Поскольку конфигурация ERP у нас содержит версию ZOOP PROF и, соответственно, настройки, которые выполняются в конфигурации зарплаты управления персоналом, у нас практически такие же, которые мы делаем в конфигурации ERP. мы потом с вами еще посмотрим и на той, и на той конфигурации, так сказать, чтобы убедиться. Но сейчас мы с вами выполняем вот такой переход учет рабочего времени и, соответственно, сейчас посмотрим сверхурочное. Но сразу хочу сказать, что при учете рабочего времени мы, естественно, составляем графики, но для расчета переработок мы с вами будем смотреть на табель, то есть по фактически отработанному времени. Ну, сейчас мы перейдем на оплату сверхурочных. Ну, естественно, мы выбираем, делаем сейчас вот так, мы выбираем организацию, в моем случае на демо-базе это у нас Кронпринс, то есть главная организация, которая имеет филиалы. И, соответственно, фиксируем переработку вот таким документом, то есть работа сверхурочна, и в этом случае мы выбираем период, когда происходила переработка, ну, например, я вот в сентябре рассчитываю зарплату за август. Сейчас. Зарплата за август. То есть, соответственно, я создаю документ, датирую его, ну, например, пусть он у меня будет не 10 сентября, а пусть он у меня будет к концу месяца, 31 августа. И я выбираю сотрудника, который у меня по табелю отработали ненормированные, допустим, сверхурочные дни. Вот я выберу Безина и Бельцер, пусть у меня будет. Я выбрала их, и они у меня попадают Бельцер. Не нажала. Вот. Два. Когда я выбираю какого-то сотрудника, у меня становится запись неактивна, то есть, я второй раз его выбрать уже не смогу. Значит, я выбрала сотрудников, которые у меня жертвы, так сказать. И теперь я должна выбрать дни, когда осуществлялись переработки. То есть, соответственно, я добавляю, ну вот в августе, например, они у меня работали сверхурочно 1 и 2 августа. Значит, я выбираю первое число, у меня переносится вот в это поле, я выбираю второе число. Вот. Теперь у меня, значит, выбранные числа переношу вот сюда. То есть, я отражаю никогда осуществлялась переработка и в обязательном порядке указываю причину. То есть, эта причина у меня будет фигурировать в приказе о работе сверхурочно. Ну, то есть, самая распространенная причина, например, производственная необходимость. Вот. Убранная необходимость. И, соответственно, я обязательно должна обратить внимание вот на это поле, то есть, поле, в котором должна проставить чекбокс, что согласие на сверхурочную работу у меня получено. Не просто получено, что мне человек кивнул головой, а в письменном виде. И, соответственно, я проставляю вот такой флажок, что у меня время, когда работник работал сверхурочно, учтено при начислении заработной платы и, соответственно, уроки учета рабочего времени. Итак, у нас с вами получился документ, который фиксирует сверхурочную работу. И при переходе к печатным формам я могу вывести на печать и приказ о сверхурочной работе записать продолжить. Он у нас выглядит вот таким образом. Ну, естественно, печатная форма может быть подкорректирована, если у вас применить какие-то свои бланки. Ну, если нет, то как бы вот такая печатная форма у нас доступна. И вторую печатную форму, то есть график сверхурочной работы у нас, соответственно, должен быть зафиксирован и под роспись люди с ним должны быть ознакомлены. Обратите внимание, это график, то есть люди должны расписаться за конкретные дни, когда будет производиться сверхурочная работа. Значит, после этого мы с вами документ, допустим, провести и закрыть выбираем. И вот что у нас тут программа контролирует, что я все записал, кроме того сколько же люди отработали де-факто. Ну, пусть он у меня два часа отработал здесь и два часа отработал здесь, поскольку мы помним, что я не имею права ему больше двух часов в день назначать, допустим. Здесь мы так же сделаем. Так, и того у нас получилось вот таким образом. Попытаемся провести и закрыть. Да, все, теперь программа конкретно согласилась с нами и печатные формы документов выглядят уже вот таким образом. То есть конкретно указаны даты, когда он должен отработать, конкретные условия, по которым будет оплачиваться эта переработка и официальная подпись руководителя, который согласовал эти изменения. сейчас вернемся к нашим слайдикам. Это как бы обязательное требование, которое по нормативным документам мы должны соблюдать. И следующий слайд, который мы с вами посмотрим, это именно оформление сверхурочной работы, то есть то, что мы с вами только что посмотрели на практике. мы с вами помним, что сверхурочная работа оформляется отдельным документом и работа в выходные дни тоже имеет отдельный документ, который формируется для фиксации. Значит, вот на этой картинке на следующем слайдике мы с вами видим печатные формы, которые можно получить из этого документа и, собственно говоря, вот как я уже выбираю причины обоснования сверхурочной работы. Я выбирала производственную необходимость, ну и, соответственно, можно выбрать любую причину, которая является экономически обоснованной, например, проведение налоговой проверки, то есть из-за требования документов для проведения налоговой проверки. На следующем слайдике мы с вами видим вот такой момент, настройка начисления и удержания, то есть это справочная информация и, допустим, вот настройка начислений, сейчас мы посмотрим с вами ее на демо-версии, мы задаем начисления, которые имеют код, точнее применяются два кода, то есть код С, это сверхурочная работа, и код FN, то есть сверхурочная работа, но без повышенной оплаты. Значит, переходим с вами к демо-версии и смотрим, то есть, что у нас находится в меню настройки. Настройки заработной платы. мы с вами прошли, проставили здесь чек-боксы, то есть мы уверены, что теперь у нас полностью здесь все соответствует нашим реалиям. Так, и переходим в меню зарплата. Значит, и здесь у нас с вами есть еще дополнительные настройки, дополнительные настройки, которые, так сказать, выполняют уже более тонкие, задают более тонкие настройки, и в данном случае это у нас еще дополнительные справочники. то есть, вот начисление зарплаты и взносов, это конкретный документ, который позволяет нам заполнить заработку, заполнить и рассчитать заработную плату, но после того, как мы введем все отклонения, то есть больничные листы, командировки, сверхурочные работы, ну, то есть все отклонения от, допустим, нормальных условий труда и, соответственно, соответственно, дополнительные натисления, которые касаются сверхурочной работы, при этом мы должны помнить, что если мы выбираем кодировку FN, то в этом случае мы будем применять возможность работника использовать либо отгул, либо отгул, либо часы, которые он может получить вместо оплаты труда, но в этом случае уже не применяются коэффициенты, то есть он отработал какое-то время сверхурочной и получил за это отгулы с обычной оплатой труда. Сейчас еще вот так с вами сделаем. И сверхурочные часы у нас с вами настраиваются в виде начислений. То есть мы с вами видим, что у нас начисления создаются видом начисления документом. Переходим снова в нашу демо-версию и смотрим. То есть у нас с вами есть документы, которые используют все начисления или начисления зарплаты и взносов. То есть если мы с вами фиксируем оплату за первую половину месяца, то мы используем все начисления. Например, вот так. И как вы видите, здесь у нас начисление зарплаты и взносов уже за первую половину месяца. Например, больничные листы, то есть фиксация отклонений от обычного заработка и меню заработная плата. Берем начисление зарплаты и взносов. В этом случае здесь уже идет начисление за вторую половину месяца. И здесь мы с вами вносим документ, который у нас фиксирует итоговое начисление с учетом всех доплат, то есть когда у нас были доплаты, например, вот, с учетом всех удержаний, которые применяются к работникам и, соответственно, итоговых уже цифр начисления по НДФЛ и по взносам. Снова переключаемся на слайдики и здесь мы начисления собственно говоря, которые касаются сверхурочных часов, мы выполняем централизованно и после этого мы только фиксируем наличие конкретного случая переработок либо сверхурочных либо в праздничные дни соответствующими документами. Вот здесь у меня на слайдике мы можем посмотреть, как выглядит документ работа выходные и праздничные дни. Сейчас мы на него переключимся в конфигурацию, то есть считаем, что мы виды начислений с вами добавили и в этом случае нам только требуется заполнить документ с возможностью начисления, как вы видите, они достаточно похожи, то есть вот сейчас мы переключаемся в начисление заработной платы, так, не надо нам это, значит, работа выходные дни и сверхурочные, то есть соответственно работа выходные дни, сверхурочные мы с вами посмотрели уже и даже составили, то есть она у нас выглядит вот таким образом, а вот теперь работа выходные и праздничные дни, мы переходим по ссылке, например, вот так, работа выходные и праздничные дни, выбираем естественно организацию, которую будем рассчитывать, пусть будет наша главная, и по кнопочке создать, как вы видите, интерфейс практически повторяет, только теперь вместо конкретно часов, которые мы задавали, что переработка, например, там в течение одного дня, второго дня, мы выбираем конкретно, какие выходные дни войдут в оплачиваемый период, то есть обязательно ставим флажок, что требуется согласие сотрудников, причем письменное повторяю, точно так же выбираем сотрудников, которые у нас будут жертвами, например, вот волков у нас будет жертвой, и вот начальник развития персонала, так, двух сотрудников я выбрала, и теперь я добавляю дни, когда они отдыхали, ну, то есть вот берем сентябрь, например, у нас седьмое число, это выходной рабочий день, и восьмое число, выходной рабочий день, естественно, если работа в празднике предполагается, то выбираются праздничные дни, я выбрала два дня, нажимаю окей, переношу эти выбранные два дня сюда, и причина работы должна быть соответственно уважительна, то есть экономически обоснованная, я пишу опять производственная необходимость, необходимость, так, вот таким углом я фиксирую, теперь, значит, мы обращаем внимание вот на что, что человек работает в свой выходной день, значит, он либо должен отработать целый день, то есть мы ставим так, либо по часам, но в любом случае это будет переменяться уже коэффициент, соответственно, либо 150, либо 200, ну, мы выбираем вот так, пусть будет день целый, и мы выбираем, то есть отражаться будет для всего документа или для каждого сотрудника отдельно, то есть допустим один отработал целый рабочий день, а другой отработал два часа, но настройку мы оставим пока по дням, и соответственно я ставлю флажок, что у меня этот человек отработал два дня, а вот этот человек, то есть Гобровская Светлана Марковна отработала только один день из этого, из этих выходных, то есть соответственно у нее будет другое начисление, и не забываю, что флажок проставить согласие на работу в выходной и праздничный день, и что время у нас учитывается при составлении табеля, значит, провести и печатная форма, как и при работе с сверх нормативными, при начислении сверх нормативной работы, у меня есть возможность печатная форма приказа о работе и графика о работе вывести, то есть приказ у нас точно такой же, как и о сверхурочной работе, как вы видите, и соответственно график работы у нас тоже выглядит вот таким образом, то есть это мы под роспись сотрудникам даем, чтобы они расписались, провести и закрыть, то есть мы создали работу выходные дни и работу сверхурочную, то есть переработку оформили сотрудникам, сейчас мы отсюда уходим и у нас с вами возникли документы по этому начислению и вот теперь мы, например, пусть у меня будет за первую половину вот так мы сделаем за первую половину месяца, то есть напомню, это мы делаем начисление заработной платы, начисление вот так все начисления, то есть не вот этим пунктом меню, а вот этим пунктом меню, так вот так и соответственно я создаю начисление за первую половину и в этом случае у меня стоит задача проставить нужные даты, период проставить, то есть я за первую половину сентября делу расчет и после этого я нажимаю волшебную кнопочку заполнить и у меня появляется начисление, как вы видите уже содержащиеся и оплата праздничных дней и допустим вот оплата выходных дней и здесь у нас будет еще переработка, то есть за ночное время, за вечернее время, ну то есть соответственно в зависимости от того, как я задала, какие условия, ну и собственно говоря соответственно проверяем удержание начисления подоходного налога и все, я могу документ провести и закрыть, у меня начисления выполнены, а уже когда мне нужно сделать начисление итоговое, я выбираю так, значит я выбираю заработную плату, я выбираю начисление зарплаты и взносов и вот здесь вот как вы видите я уже не могу выбрать, что я хочу создать за первую половину, я начисление зарплаты и взносов делаю итоговое за период уже до окончания месяцев, ну таким же образом через кнопочку заполнить, у меня заполняются все мои данные, а вот на самом деле то, что я вам не показала так сказать на практике, то есть когда мы создаем начисление например ну вот заработаю в вечернее время, то есть это начисления которые у нас уже по умолчанию присутствуют, то есть созданы при работе через конфигуратор, но я могу наполнить здесь своим содержанием и создать какие-то свои начисления, то есть соответственно в этом случае у меня будет вот такой интерфейс и здесь я во-первых задаю что это то есть назначение начисления как вы видите здесь достаточно большой выбор вот так и что это у меня будет компенсационные выплаты или какие-то дополнительные оплаты за дополнительное время ну то есть выбираю то что мне подходит например я могу задать какие-то условия дополнительные которые на вашем предприятии используются и соответственно начисления которые выполняются либо ежемесячно либо при увольнении сотрудника ну то есть задать режим и проставить отметки в каких случаях у меня будет будет это начисление учитываться то есть в данный момент у меня включена настройка что это включается в фонд оплаты труда при расчете за первую половину месяца и естественно каким образом у меня будет рассчитываться это начисление то есть я могу рассчитывать по формуле а могу например каким-то конкретным способом то есть например суммой доплаты но поскольку мы с вами говорим про доплату за вечернее время естественно у меня здесь будет рассчитываться и соответственно вот у меня напоминание если я что-то не так сделала то я могу выбрать уже существующий расчет существующие формулы ну например вот такая формула у меня если я выберу будет вот так звучать время в часах если мне надо я выбрал уже на чем-то остановилась и хочу выбрать это в документ то мне надо два раза просто щелкнуть по выбранному показателю так и соответственно закладочки я смотрю которые мне доступны и заполняю здесь соответствующую информацию таким образом я настраиваю начисление так сейчас закроем настраиваю необходимое начисление ну вот сейчас мы с вами можем посмотреть доплата за работу в ночное время вот например то есть мы с вами задали условия то есть это у нас ночные часы и вот по такой формуле у нас будет рассчитываться данный показатель то есть стоимость часа на время которое было отработано и на процент доплаты то есть как мы с вами знаем с сентября у нас коэффициент 2 то есть 200% вместо 100 а если у нас вечернее время то будет 150% и после того как мы создали начисление мы его можем выбирать уже в конкретных документах расчета заработной платы то есть это начисление которое мы делаем без перехода в конфигуратор то есть у нас это доступно в пользовательском режиме то есть соответственно это меню настройки и мы снова возвращаемся к нашим слайдикам чтобы посмотреть еще один момент значит кроме того что мы с вами формируем документы уже начисления заработной платы то есть это собственно вид журнала мы только что с вами его посмотрели который отражает наши доплаты за сверх урочные за переработку по часам и за работу в праздничные выходные дни то есть это как мы уже говорили два вида доплаты которые у нас изменились в связи с принятыми нормативными документами то есть начисление заработной платы у нас происходит автоматически и соответственно видите здесь вот выделено две строчечки то есть у нас Виньковский Александр получает свой обычный заработок то есть у него сдельная оплата труда и он получает оплату за сверх урочные часы то есть соответственно у него рассчитывается и то и обычный заработок и доплата документом начисления заработной платы ну и соответственно поскольку у нас мы выбирали для каждого сотрудника отдельное начисление то есть один проработал два дня другой проработал один день соответственно и начисления здесь будут идти разные снова переключаемся с вами таким образом то есть у нас поскольку дембаза программа не находит регистрации конфигурации в программе и постоянно ругается что она хочет обновиться и хочет подтвердить правомерности правомерности использования собственно говоря мы с вами посмотрели что начисления если у нас не обновились при обновлении релиза то мы можем задать их вручную а релиз мы с вами смотрим вот через эту пиктограмму то есть сервис и настройки и собственно говоря мы можем посмотреть через информацию о программе посмотреть релиз платформы и релиз конкретной конфигурации то есть поскольку изменений достаточно много было в течение всего года то нужно следить за тем чтобы у вас был актуальный релиз соответственно учитывающий уже все изменения законодательства то есть и применение повышенных коэффициентов то есть полтора и два и соответственно новые ставки НТФЛ и новые варианты новые сервисы для работы с отчетностью значит какие у нас есть новые сервисы то есть у нас есть в разделе отчетности справки вот такой блок 1С отчетность он существует и в других конфигурациях ERP например это блок 1С отчетность то есть в этот блок у нас с вами входит достаточно большой перечень это общий журнал отчетности который мы создавали в программе и вот такой рекламный баннер например если это конфигурация зарплаты управления персоналом то он выглядит вот таким образом если это у нас конфигурация например ERP то вот у нас ERP вот у нас раздел зарплата и здесь у нас например блок 1С отчетность если я перехожу в этот блок то у меня рекламный баннер будет выглядеть немножко по-другому то есть вот наши отчеты которые мы сдавали и рекламный баннер у нас будет выглядеть вот так то есть это сервис 1С отчетность то есть это возможность напрямую обмениваться информацией документами вот с такими фискальными органами как вы видите у нас при работе допустим с ERP более новый релиз при работе с зуб у нас будет немножко другой рекламный баннер но и в том и в другом случае у нас рекламируют сервис 1С отчетность который позволяет как вы видите вот с этими фискальными органами осуществлять прямую связь с космосом если можно так сказать то есть соответственно мы можем по ссылке почитать что более подробно этот сервис предоставляет а что что я подключиться к нему могу вот по этой гиперссылке и для этого мне не нужно уже использование использование IT специалистов то есть я могу сама наступить на эту кнопочку то есть не кнопочку а гиперссылку в этом случае и если я попытаюсь сделать это таким образом то у меня кроме возможности использовать этот сервис программа мне сейчас выдаст предупреждение что если я хочу использовать сервис вот 1С отчетность и да я хочу и я должна исправить свои косяки которые я допустила при первоначальных настройках то есть как вы видите поля с красным подчеркиванием это незаполненные регистрационные данные например незаполненная информация про телефон и электронную почту то есть например эта информация мне необходима при сдаче персонифицированной отчетности и допустим вот здесь у меня получить сертификат электронной подписи как вы знаете это у нас тоже с сентября вводится надо проверить электронно цифровую подпись то есть КЭП и машиночитаемые доверенности но выпускают у нас сертификаты в настоящее время только инспекция соответственно поскольку я вижу что у меня что-то не то то значит я делаю вывод что у меня не очень новый релиз потому что мне вывалится вот такое предупреждение и я могу поподробнее почитать почему меня посчитают недобросовестным потому что я не учла этих тонкостей и соответственно не обновила свое временно программу не зарегистрировала электронную цифровую подпись и поэтому не смогу использовать 1С отчетность для работы в зарплате управления персоналом это может быть и не очень критично а вот для конфигурации например 1С ERP электронный сервис 1С отчетности критичен потому что здесь у нас есть вот такая тонкость вот она наша ERP видите это уже более поздний вариант рекламного баннера я не хочу нажимать на подключиться так значит в разделе регламентированный учет у нас есть раздел единый налоговый счет то есть работа с ЕНС и у нас появился новый кабинет для работы с личным налоговым счетом то есть личный кабинет ЕНС и вот для того чтобы работать с этим личным кабинетом к слову сказать он очень комфортный очень удобный мне необходимо вот я вижу этот пункт в меню радуюсь говорю да 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 я хочу жду пока сработает выбираю организацию нахожусь в предвкушении и на данном этапе у меня опять возникает та же самая картинка что мне нужно сначала подключить 1С отчетность а уже только после этого стучаться в личный кабинет то есть вроде все хорошо кроме одного мелким текстом написанного то есть на самом деле у нас сервис 1С отчетность не бесплатный даже при наличии допустим сопровождение то есть подписки ИТС если у нас ИТС проф то мы можем одно юридическое лицо из своей компании подключить бесплатно остальные за денежки а если у нас подписка ИТС техно то у нас бесплатного подключения уже нет только за деньги и соответственно если я выбираю что я хочу все-таки подключиться то диалоговое окно у меня открывается и здесь есть ссылка на тарифы правда тарифы не сильно драконовские но тем не менее мы можем посмотреть ну вы видите годовую стоимость лицензии допустим 3 600 если я делю на 12 месяцев то вроде бы получается не слишком драконовская ситуация но если у меня например 10 или 20 там собственных юридических лиц если у меня холдинговая структура то конечно уже на круг будет получаться совсем другая экономическая картинка ну и как вы видите здесь то же самое я при заполнении халтурила совершенно конкретно то есть у меня регистрационные данные не заполнены есть вот тоже какие-то ошибки ну поскольку у нас при заполнении демо базы мы пользуемся данными которые придумали естественно у нас будут ошибки а если вы используете уже официальные источники то есть официальные наименования налоговых инспекций официальные коды регионов и так далее то у вас здесь ошибок быть не должно все мы закрываемся так переходим на наши слайдики вот я вижу у нас какие-то в чат появилось сообщение будем разбирать новые оплаты сверхурочных часов мы с вами уже посмотрели сверхурочные часы мы с вами посмотрели документ оплаты сверхурочных часов и само начисление то есть если мы например не использовали мы можем его создать заново вернуться к теме вебинара сверхурочным часам еще раз напоминаю мы с вами уже были конфигурации зарплата и управление персоналом сейчас я закрою лишнее так вот наша конфигурация мы с вами уже были в меню зарплата меню начисления сверхурочных и работа выходные дни то есть у нас два этих документа они не новые в списке то есть мы применяли и раньше и начисления выходные и праздничные дни и сверхурочные мы тоже с вами рассчитывали и раньше собственно говоря новшества заключаются в том что с 1 сентября у нас изменены коэффициенты по которым мы оплачиваем данные виды переработок и собственно если у нас с вами видов этих начислений не было то мы их можем создать мы с вами смотрели а если у нас уже все готово то мы просто переходим в нужный документ и соответственно создаем вот конкретно мы смотрели с вами уже документ создавали то есть мы выбираем сотрудников которые работали мы выбираем дни в которые происходили эти работы то есть это должны быть дни праздничные и соответственно выбираем как мы будем оплачивать то есть полный рабочий день или если мы выбираем с вами по часам то в этом случае мы проставляем количество часов в каждом выходном дне который работник отработал это мы с вами уже смотрели и собственно этот пример мы с вами сделали так мы не будем сохраняться и это у нас работа в празднике и работа сверхурочная они практически одинаковые и разница заключается только ну очень небольшая разница мы также выбираем работников также выбираем либо для всего документа либо для каждого сотрудника в этом случае мы выбираем каждому человеку вот так вот и счет или счет и субсчет для отражения в бухгалтерском учете это у нас настройки которые выполняются до в принципе выполняются до начала работы с конфигурацией то есть смысл в чем что выдается отклонение расчет отклонений от обычного заработка то есть от оклада или издельной оплаты труда в зависимости от того как работник принят все вводятся отклонения то есть больничные сверхурочная работа работа выходные дни отсутствие оплачиваем отпуска неоплачиваем отпуска и уже после этого вводится документ начисления заработной платы и соответственно начисления за первую половину или за вторую половину и собственно говоря сами виды начисления у нас с вами вот таким образом устанавливаются то есть мы можем добавить если нам чего-то не хватает как самостоятельно дополнить настройки среднего заработка для сверхурочных работы выходной день то есть вот мы с вами как раз таки сейчас я могу вот этот закрыть вид начисления это у нас больничный лист он нам сейчас не нужен вот так и вид начисления я уже говорила мы можем создать новый элемент списка обычно создание нового элемента начисления составляет трудность только в том чтобы правильно грамотно заполнить ну вот например вот сверхурочные часы возьмем только в том чтобы правильно заполнить формулу то есть вот именно то что определяет порядок начисления то есть все настройки которые мы выполняем с вами на закладчиках они практически не представляют каких-то сложностей при создании а вот именно формула чаще всего вызывает затруднения просто можно взять по аналогии с каким-то другим начислением если вы сами не готовы формулу составить то вы можете взять из похожего начисления формулу и перенести ее в новое начисление но повторяю еще раз обычно по зарплате то есть по зубу обновления выходят раньше чем по другим конфигурациям раньше чем по бухгалтерии раньше чем по ERP и если вы говорите о том что у вас в настройках необходимо добавить какой-то вид начисления потому что не актуальный релиз то это значит что не актуальный релиз не потому что он еще не вышел а потому что вы еще его не загрузили потому что вот например изменения которые у нас сентября приняты у нас введены релизом уже если не соврать июль июньским то есть они уже были в этих в этих релизах и еще раз напомним мы с вами смотрим релиз который у нас с вами сейчас установлен вот по этой пиктограммке сервис и настройки и собственно говоря вот сервисы настройки и здесь у нас сведения о программе информация о программе то есть платформа обновляется достаточно редко а вот сама конфигурация то есть у меня 3.1.28.65 это уже достаточно древний релиз я специально держу его чтобы можно было посмотреть на разницу например в баннерах по которым сейчас происходит хваление из сервиса 1С отчетность именно сервиса потому что в допустим ERP версии нам помню у нас туда входит зарплата проф то есть зуб проф уже совершенно другой вид и баннера и некоторых других настроек то есть соответственно создавать новые настройки при актуальном релизе нет необходимости ну если у вас допустим сильно переработанная программа сильно добавлены какие-то настройки доработки и вы не можете своевременно обновить тогда да тогда вы можете добавить ручками и оплату сверхурочных и оплату праздничных и так далее то есть для нас во всяком случае для бухгалтеров и для тех кто связан с расчетом заработной платы разница составляет только в размере начислений то есть сами по себе начисления у нас уже присутствуют только раньше доплата была в другом размере и не так критично было требование к оформлению данных видов переработки то есть у нас увеличилось денежное выражение и увеличились требования по которым например трудовая инспекция будет проверять и табели и локальные местные локальные документы так мы с вами сейчас возвращаемся к нашему титульному листу к нашему слайдику и здесь нам интересно я хотела еще раз привлечь ваше внимание к нашим контактным данным то есть к нашим телефонам телеграм-контактам и к нашему сайту и пригласить вас к сотрудничеству потому что мы будем рады мы оказываем весь спектр услуг по сопровождению и по работе с конфигурациями 1С это и доработки и настройки и создания каких-то эксклюзивных и настроек и архитектурных решений на базе 1С так что милости просим надеемся на долгосрочное сотрудничество и будем рады вашим вопросам вашей обратной связи то есть что бы вам еще хотелось услышать что подробнее объяснить если у вас есть какие-то конкретные ситуации которые вам требуются например рассмотреть или осветить более подробно то мы сможем ответить вам уже гораздо более предметно потому что время не лимитировано а сейчас у нас к сожалению мы уже и так немножко перебрали время на этом разрешите с вами попрощаться компания Кодерлайн благодарит вас за время выделенное нам за интерес к нашим встречам всего доброго хорошего дня до сих пор 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 до сих пор